Жуткая история создания телепузиков. История основана на психиатрической больнице в Болгарии под названием Ла-Ла-Лэнд. В этом учреждении к детям относились просто ужасно над ними, издевались их, запирали в комнатах, забывали кормить и все было просто ужасно. Каждый телепузик представляет собой людей, умерших в один день. Среди этих детей была одна девочка под именем Ляли, у нее была болезнь, при которой лицо было деформировано. И казалось, что она всегда улыбается. Ее изолировали от других детей и людей на протяжении пяти лет, и она лишилась разума. Она странно себя вела, начинала танцевать без музыки и говорить разные непонятные вещи, ее кожа стала желтеть из-за недостатка солнечного света. Второй мальчик в семи лет по имени Томати тоже вел себя так же странно, как и другая девочка, он был немым, и у него была похожая деформация лица. Этот мальчик был настолько настырный, он бился головой об стенку до тех пор, когда один кирпич просто не сломался. Из-за этого его привязали и оставили на улице, из-за того, что он часто сидел на улице зимой, он стал синеть, так и появился герой Тинки Винки. Дальше шестилетний мальчик по имени Донго, он не умел разговаривать, так как его этому не учили, и он постоянно болел, он голодал днями, потому что его тошнило сразу после приема пищи, он был слаб, чтобы ходить, и поэтому большую часть проводил лежа в собственной рвоте. Донго стал вдохновением для героя Дипси. Последней была девочка по имени Полина, которая всю жизнь провела в этой больнице, у нее тоже была деформация лица, как у первых двоих, и поэтому она пугала родителей, они отдали ее в больницу, чтобы никогда ее не видеть. Однажды она уснула рядом с огненным камином, и кто-то из работников случайно забросил ее в камин, спутав ее с поленом, когда ее достали было уже поздно, ее кожа полностью обгорела и навсегда осталась красной. Им нечего было больше делать, кроме как смотреть телевизор, но однажды сотрудники решили убрать телевизор так как за него приходят большие щита, но эти дети не хотели, чтобы его убирали, поэтому они хотели его спрятать, но прятать было некуда, и они решили все вместе его скушать, как и другие игрушки. На следующий день воспитатели нашли их трупы с кусками телевизора в животе, все их внутренности валялись на полу, а вокруг летали мухи, но они продолжали улыбаться. Отсюда и название телепузики.